здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами разговариваем о финальном этапе приготовления домашнего шампанского многие из этих вещей я уже рассказываю под видео нажав кнопку еще в описании обязательно все будет и акцентирую внимание на мои ошибки акцентирую внимание на то где что будет легче делать и так начнем значит работу с осадком на шампанском я вам уже показывал когда показывала видео про 15 ссылку оставлю но сейчас сделаю маленькую вставочку как это было именно на шампанском это уже не 15 это уже шампанское камера настраивает свет не хочет она так показывать то есть принципе все прозрачно но вот эти вот он настроилась точечки я вам потом позже расскажу что это такое так весь наш осадок вот здесь можно увидеть он на пробке этот прием я вам уже показывала на 15 но в шампанском давление выше я вам специально покажу еще раз смотрите значит температура бутылки шесть с половиной градусов они у меня на балконе стояли то есть мы бутылку не замораживаем и горлышко не замораживаем и просто берем охлажденный теперь опускаем под воду берем удобно чтобы нам было удобно все открывать и открываем и обращаю ваше внимание сколько в бутылке я сейчас закрою буду доливать сколько из бутылки вылилось на самом деле вот чем будет отличаться значит давление в бутылке именно шампанского создается более сильная и поэтому потери могут быть тоже большие соответственно чтобы их минимизировать нам нужно максимально бутылку охладить вот то что вы видели я даже там показала температура была порядка шести градусов если можем охладить больше значит охлаждаем больше чем больше охладим ну тем нам будет проще конечно оптимально скажем так делать это мероприятие например зимой особенно у кого частные дома можно эти бутылки в снег вынести там поддержать например да и тогда будет очень удобно все делать поскольку шампанское у меня было делали мы в несколько этапов и несколько видео тоже все ссылки оставлю но одну из бутылок я заливала то есть все у меня бутылки были вот такие вот маленькие с бюгельными пробками и 1 я заливала под винтовую и вот если с пятна там у меня более-менее получилось винтовой вообще под винтовую заливала только почему потому что эти бутылки темные а там была прозрачная бутылка мне хотелось чтобы мне проще было видеть что внутри происходит а так вот с пятна там более-менее с шампанским не пошло потому что как только я бутылку переместила горизонтальное положение она начала подтекать то есть давление слишком большой и там еще пробка была честно говоря не оригинальный не от этой бутылки то есть винтовые пробки нам однозначно не пойдут значит что касается вот таких вот бюгельных пробок некоторые тоже пропускают это правда но смотрите какая штука видите есть такой красный поясочек это уплотнитель вот на оригинальных бутылках этот уплотнитель он очень жесткий на алиэкспресс они продаются вот отдельно как раз сегодня мне пришло уже в следующем сезоне будут перементировать я вам просто покажу что вот уплотнитель он мягенький соответственно у него может быть и больше прилегания то есть можно попробовать вот эти штучки заменить и сейчас будет тоже вставочка как я делала до левки сюда когда мы закрываем надо быть аккуратным то есть чуть чуть неправильно пробочка стала чуть по тугом и будет пропускать то есть я этого не знала и я этот момент не учла когда я пробовала это делать конечно вообще идеальный вариант то что делают в принципе и на производстве бутылки укупоривают кронин пробками то есть вот такие металлические пробки которые мы встречаем на бутылках от напитков на бутылках с пивом вот такими пробками но для этого надо укупоривать или я думаю что это уже вопрос следующего сезона в принципе вот с такими бюгерями вполне можно работать но смотрите то есть как их хорошо закрывать но что чуть не так закрыли и все и можно поиграть с уплотнителем что касается значит когда мы сняли осадок мы заливаем экспедиционный ликер его состав я не озвучиваю я вам сейчас выпущу на экране чтобы вы могли посмотреть содержание сахара там очень большой и скажу сразу потому как я готовила тиражный ликер такой процент сахара будет растворяться очень очень плохо чтобы вы это имели ввиду что может получиться так вы налили вино до насыпали сахара то есть ликер готовится на выдержанном виноматериале вы сахара насыпали она не растворяется там надо подогревать и желательно подогревать не выше 50 градусов то есть ну имейте это ввиду может быть сложным дальше что касается шампанское у нас ведь может быть разное там экстра брюд брюд полусухое сухое да сколько добавлять и вот тут начинается самое сложное потому что сколько я не смотрела учебников сколько я не смотрела все везде написано наливаем ликер все и табличка как бы сколько сахара должно содержаться в каком шампанском то есть вы когда избавились от осадка у вас освободилось пространство до которое надо заполнить но если вы полностью заполните вот этим ликером который вообще должен быть чуть ли не 70 80 процента то может быть очень сладко то есть надо наверное еще разбавлять вино но я вам повторяю еще раз что я нигде не нашла не в учебниках нигде хотя перечитала очень много литературы то есть как вот это все рассчитывать поэтому если вы захотите заниматься какими-то расчетами то но придется самим садиться и считать сколько приблизительно вам чего надо будет добавить для того чтобы получить нужную сладость поскольку я к сладкому отношусь совершенно равнодушно и более того я предпочитаю все-таки сухие напитки думаю что в отдельном видео мы обязательно об этом поговорим чем чем они лучше чем они приятнее то я никаких ликеров вообще вот плане последнего этапа не делаю я добавляю сухое вино все мне этого вполне достаточно так проще не надо ничего считать на добавим и все смотрите что важно при доливке ликера то есть буквально чуть-чуть подержите вот при открытое чтоб там у вас все более-менее успокоилась потому что если сразу будете доливать то будет пена переть и ну как бы не очень хорошо ликер у нас тоже прохладный желательно такой же температуры как все остальное все аккуратненько заливаем но вот этого уровня закрываем видите вот я доливаю все спокойно дальше на что хочу обратить ваше внимание вот когда я вам показывала видео где я извлекал осадок я вам показывала такие вот гранулки я вам даже покажу их сейчас может быть будет нету бутылки не видно на стенках такие образовались камушки это винный камень дело в том что поскольку но я спешила экспериментировать я спешила вам все показать что мой виноматериал то есть вино выбрать его осветлилась точнее она даже помогла и после этого я сразу поставила на вторичное брожение кроме того я вам говорила да что с некоторыми пробками у меня была проблема и как только я стала укладывать бутылки в горизонтальное положение по-хорошему они бродить должны тоже в горизонтальном положении меня бродили в вертикальном они начали подтекать и я их переместила на балкон в этом году зима нас стала радовать и пришли морозики то есть если допустим прошлой зимой на балконе было там в районе плюс 10 классная температура то в этом году такого не получилось температура достаточно снизилась я вам показала температуру при снятии с осадка сейчас вот тоже я забрал эту бутылку с балкона 6 градусов температура напитка сейчас и поскольку к рестабилизации никакой мой виноматериал не проходил то винный камень начал выпадать уже скажем так практически в готовом шампанском что на самом деле ну не очень хорошо не очень удобно он ну ну смотрите в бокале как бы ничего нету здесь у нас все очень красиво видны такие видите красивые искристые пузырьки то есть принципе ничего глобально страшного но тем не менее такое может быть то есть в идеале конечно не спешить и дать вашему вину изначально пройти полный цикл всех вот этих вот вещей потому что потом ну вот этот винный камень может выпасть конечно можно было бы использовать мета винную кислоту для того чтобы стабилизировать и вообще этот винный камень не выпадал но вы знаете я сторонник того чтобы лишнего ничего не добавлять без нужды поэтому я этого не делала соответственно вам совет то есть в идеале не спешить и дать вина материалу пройти полностью все его этапы и уже потом ставить на вторичное ображение так будет гораздо проще чтобы потом не получалось так хотя повторюсь от того что вот эти кристаллики образовались бутылки принципе ничего страшно и если бы у меня хватило еще больше терпения то долго вращая бутылку долго работая с осадком эти кристаллики постепенно от стеночек открепляются и тоже опадают на крышку то есть так можно было бы тоже делать почему поспешила сделать это чуть раньше гряду то морозы потеплее держать не очень хорошо на балконе это может и замерзнуть может прийти слишком большой минус холодильник я уже бутылки не могу переместить в таком положении то есть тут просто не поместится поэтому я уже скажем так и сделала вот этот финальный этап то есть сняла со всех осадков ну касаемо самого шампанского что вышло в итоге ну вообще я конечно очень довольна на самом деле всем и вкусом и вот этой газации у меня все получилось наверное даже лучше чем я ожидала я это делала первый раз я это пробовала первый раз и то что вот так классно получится особенно для первого раза несмотря на некоторые мои ошибки но я считаю что результат очень хороший это у меня сорт реформ как видите приятный золотистый цвет в общем-то как у классического шампанского до которому мы привыкли что касается вкуса ну вот почему я люблю реформу тоже он всегда стабилен в своем вкусе вот сколько я с ним не работала а поскольку он созревает первее всего я бы всегда и ставлю отдельно ну потому что еще к этому моменту никто не созрел и вот у него все стабильно в любом варианте какой бы я не делала год от года он одинаково бродит он абсолютно одинаково себя ведет запах получается слегка цветочный а вкус получается такой с легкой грушей хорошие желтой спелой сочные груши вот карамельки дюшес но у него кстати это во всем и во вкусе в свежем виде и в соке и потом вине тоже он дает именно вот эти тона и конкретно этот сорт ну во всех вариантах его можно делать вот в том числе и в шампанском получается такой очень приятно очень элегантный и несмотря на все мои ошибки несмотря на то что это был первый опыт повторюсь результатом я очень довольна и получилось ну ничуть не хуже чем то шампанское которое мы можем купить в магазине я даже не сравниваю с тем советским шампанским которое стоит во всех магазинах недорого и от которого лично у меня просто на завтра раскалывается голова я люблю шампанское но это я не покупаю потому что ну слишком потом тяжело от него но например была у меня как-то возможность попробовать и не помню только какое-то очень итальянская просека ну вот точно не хуже вышло и еще когда я вам рассказывала да что я оставлю все это на вторичное брожение то я вам говорила что вы можете использовать специальные шампанские дрожжи то есть такие я же решила пойти по пути более сложному я использовала свои дикие дрожжи которые я поставила за кваску и вот она ждала своего часа ну в общем то смотрите то есть газация хорошая несмотря на то что пробочки где-то есть пару бутылок которые еще лежат там пробки нормально держит ну вот те которые уже все снято с осадков то есть там немножко пробки пропускали несмотря на это вот я пока сижу с вами болтаю а пузырьки у меня все поднимается и понимается вам уже может быть конечно не очень видно но на самом деле есть этот мелкий пузырек и конечно он очень ощущается когда вы делаете глоток все так приятненько щипет язык и небо касательно прозрачности ну мне кажется что тут все и так видно сказать что мне было очень сложно передвигать этот осадок как-то со стенок на горлышко ну тоже на самом деле не сложно все весь процесс у меня занял где-то месяца полтора это абсолютно нормально то есть лично мои страшные дикие дрожжи которых я на самом деле очень люблю сработали я считаю очень хорошо и свою роль и свою функцию они выполнили при этом ну там каких-то например посторонних вкусов посторонних запахов ничего этого нету это прекрасный приятный напиток при этом я хочу вам сказать что если вы решите делать например на своих диких дрожжах то вы должны понимать что те дикие дрожжи которые живут у меня и те дикие дрожжи которые живут у вас они могут отличаться и поэтому как бы вам решать до использовать их ну либо пойти в магазин купить пакетик тут уже как бы советовать ну на самом деле сложно я в своих личных уверена да я могу их использовать но советовать вам я понимаю что ну но микрофлора вот эта дрожжевая она может быть везде разной и с каким вы можете столкнуться моментом не очень может быть приятным почему так важны дрожжи для шампанского они могут прилипать к стенке бутылки и вам будет сложнее работать с осадком с другой стороны если например у вас получится шампанское не идеально прозрачное а чуть-чуть мутноватая то тоже ничего сильно страшного в этом нету мы же не говорим о какой-то сильной такой мути а если там будет но чуть-чуть-чуть где-то не до конца вот то вы сможете снять этого дрожжевого осадка то в принципе ничего страшного но решать вам также напоминаю что шампанское это не единственный вид игристого вина есть еще такой вид игристого как 15 он несколько проще в технологии изготовления впрочем не бойтесь экспериментировать пробуйте пока вы сами не попробуйте вам будет сложно понять вообще на самом деле это сложно не сложно получится не получится когда я бралась за это дело я слышала очень много всякой скептики да что вряд ли у меня что-то получится но на самом деле получилось и и оказалось не так уж и сложно но немножечко надо постараться но на самом деле все возможно при этом вы же можете особенно в сезон сделать даже две-три бутылочки маленькие на пробу ну получится классно не получится но не невелика потеря тем более что например ну если мы конечно берем уже укупориватель кронин пробки да это затраты сделать в таких пару маленьких бутылочек ну никакой сложности не составляет такие бутылки есть в продаже кроме того вы можете просто пойти в ближайший магазин купить две-три такие бутылки с пивом пиво выпить а бутылки потом использовать почему бы нет пробуйте ну а на этом я с вами прощаюсь большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свое мнение под видео нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда мои контакты и другие полезные видео до новых встреч